Прогуляемся по новому парку, который сделали в этом году в Тамане. Это вот такая. Нет, мне нужен именно тот сорт. Такого нет, да? Люблю посуду здесь ходить, смотреть, что-нибудь покупать. Помимо скверика Лермонтова, еще сделана сама набережная. Очень красивый сегодня восход солнца. Просто даже не передать эти краски, а какой размер у этого солнца. Как всегда только глаза наши видят всю эту красоту, а техника даже и на грамм не может передать, насколько все это живописно и красиво. Как выглядит Ксюша, когда только помоет голову и расчешет волосы? Это что за грима такая? Что это? Что с этими волосами делать вообще? Я что, афроамериканец, у которого вот так волосы все стоят? Вообще пушатся. Не, а с одной стороны мне нравится, что они такие воздушные, но с другой стороны их надо как-то укладывать, потому что только ветер подует, это все будет разлетаться вот так вот. Ну то есть это как бы не готовая прическа, это что-то перед прической. Ну и при том, что у меня потом они становятся абсолютно прямыми, а вот только когда помоешься расчешешься, вот такая вот история. Утро начинается не с кофе или с кофе, нет, сегодня оно начинается с кофе. Мама встала рано, я тоже решила проснуться, а все почему они с папой решили поехать за молоком. Сначала мама хотела сходить пешком, как вы помните, молоко к нам в поселок теперь приезжает с 8 до 9 утра. Она хотела сходить пешком, папа проснулся и говорит, Ирина, давай я тебя свожу на машине. Ксюша спит и такая слышит это через сон, что мама ходит, встает и спрашивает, а что же вы делаете? Мама, ты за молоком? А еще и на машине, и Ксюша такая, хорошо, я тоже хочу с вами. Поэтому пришлось встать рано. Ну, хорошо, не буду. Что, потом загоним? Да, конечно. Все, мама пошла за молоком, а народу посмотрите сколько. И правильно мужчина-то сказал, который работает на этой бочке, что у нас очень много людей покупают молоко. Потому что в Сином есть магазины, и люди больше покупают в магазинах. А здесь много пенсионеров, которые вот именно хотят купить молоко, настоящее молоко. Так как сегодня четверг, то молоко к нам поселок. Приехала. Видите, потихонечку бабульки подтягиваются. Что-то нужно, наверное, будет. Я здесь кошельковала. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Спасибо. 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 Я варежу, я варежу, я варежу кучком, как они меняют. Просто могу это, хотя девчонки показала, вот, свое. Они теперь кучком вязут, и любят свет. А я только могу там обязательно. 10 рублей у вас все купили молочко ну вы поняли, какие очереди за молоком в нашем поселке несмотря на то, что утро раннее, 8.30 только но все равно люди приходят, приезжают на машинах грибок оголок очки сегодня у нас температуры минус 3 градуса это уже холодно молоко я всегда кипячу 3 литра мы вскипятим поставим на просто квашку обязательно папе только что пришла посылка из-за зона и теперь мы едем в тамань чтобы ее получить и заодно прогуляемся по новому парку который сделали в этом году в таманье новый парк обновленный новая набережная хотим по пути заехать еще в таманскую больницу мама хочет пройти флюорографию правда пока не знает работают они сейчас или не работают потому что может быть они до часу может быть они до двух вот сейчас сходим посмотрим получится не получится спонтанно ну нет так нет мышь по пути что переживать следующий раз ходишь если вдруг не работает ну ладно следующий раз думали до двух но нет на часу сейчас едем в озон ну да раз уж пришла посылка так пусть вот мир индейки а тут колбаску и вот озон в центре тамани хотим сейчас зайти в магазин посмотреть семена так как вчера их не было на рынке в приморском то здесь есть какой-то магазин как скале родители где именно специализируется на семена а вот он называется зеленая миля то есть у вас стекла но именно цилиндрами да не нету такой называется у меня только вот такая нет не нужно это меня то есть такого нет да патисон чеснока тоже нет патисончиков не купила ну да как то что хотела этого нету ну видимо еще рано еще рано ну ничего не можем у нас даже в поселке в магазин можно было зайти там тоже были семена но я почему-то хотела здесь сразу купить побольше всего то что хотела вот самое главное вот скоро тоже надо мне этого этого не было ну ладно что не последний раз еще съездим или сходим купим обязательно видимо просто надо покупать попозже видимо мы может торопимся что ли ну хотя с одной стороны уже надо ведь и сейчас мы идем фикс прайс здесь тоже семена бывают я тоже попыталась семена кстати разные разные белый чай интересно роза наверное вишня белый чай можно на петлю белый чай возьмем емкость очень большая на голубых хватает мне нужен кошелек здесь приходится постоянно место мелочь с собой брать если раньше как бы я обходилась без него то здесь он нужен ну как то вот выбора тоже нет это не то ну это тоже вот не то как то сумочки такие да какие то сумочки мне нравятся такие ну мне конечно не надо это такое ты себе смотри смотря что тебе нужно что какое ты представляешь вот внизу такие есть еще кошельки я бы хотела поменьше нет для мелочи мелочи нужно уложить с собой люблю посуду здесь сходить смотреть что не покупать потому что всегда что-то надо для дома напишите в комментариях а вы покупаете посуду фикс прайсе если покупаете то что вы обычно берете ну это пластмасса за такую потому что вот так то выбор большой есть что выбрать но вот интересно что люди выбирают если они покупают мне нравится такой папа решил напить так кофе написано купить какао на работу ну семена нашли даже фикс прайсе причем те которые нужно да да цилиндра я покупала их здесь и часто покупаю аппетитонов только плохо нет и цена вот такая вот остановились около ресторана фанагарии и вот сейчас здесь зайду скверик лермонтова самой интересно что здесь вообще новенького потому что не была уже здесь давно но единственное конечно сейчас снег и лучше конечно снимать все уже весной когда будет и зелено и более красиво ну так как мы уже здесь по пути значит засниму как есть просто пройдемся посмотрим потому что видно что здесь еще только все в процессе лавочки убрали и видно что видите плитка еще не постерена вот растает снег так тогда мы все с вами увидим но скверик лермонтова это не единственная вещь которая сделана в тамане и будет сделана помимо скверика лермонтова еще сделана сама набережная вот именно на нее были направлены основные силы ну да сделана 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 новая набережная с клумбами с навесами уже такими которые более будут прочные ну что взлетели на дроне тамань заснеженная домик лермонтова и пока что не отремонтированный сквер и вот вот мы летать на дроне в такую погоду просто руки замерзают до ужаса холодно конечно постаралась вот но тяжело летать плавно зацените кадры которые я сделала с дрона возвращаемся домой никак не могу привыкнуть к тому что когда я планирую поехать по магазинам что-то купить приходится ездить несколько раз и вот сейчас тоже что хотела купить мы не купили ничего выбор конечно как-то маловат скудненький ну и плюс может быть мы просто как-то вот не все магазины знаем какие здесь есть там они поэтому-то еще вот сейчас тоже зашла надо мне было купить перчатки не знаю вот хотелось бы с вами тоже посоветоваться по поводу перчаток резиновых дома когда уборку делаешь это что-то может быть посуду чистишь моешь какие мы пользуйтесь не мама при к нам она приезжала в гости и привозила мне перчатки я знаете больше года ими пользовалась посуду чистила там уборку дела какие-то такие но не сильно грязные но они порвались очень жалею а здесь я не могу вот такие перчатки найти я уж думаю может в интернете надо искать наверно будет сейчас домой приеду фирму если эту найду то наверное закажу потому что покупаешь они рвутся какие-то как одноразовые сейчас я зашла в магазин 120 рублей перчатки для уборки но мне кажется это очень дорого чтобы покупать такие вещи этого не хватает здесь перчаток не хватает перчатки перчатки семена тоже пошла нет ну да бегать по всем магазинам что ну да хотелось бы сразу зашел и купил даже магазин должен быть всегда товар в наличии все должно быть в изобилии сейчас даже хотя бы еще вроде рано должно быть всегда все во мелко я вообще не помню чтобы вода здесь раньше была сколько лет мы тут живем никогда здесь воды не было лес только настолько на текло да о коровы вот здесь когда мы проезжаем мне так нравится смотреть они пасутся даже зимой сейчас вечером решили с мамой посмотреть перчатки вот которые ей нравятся которые бабушка привозила вот они так называются и что вы думаете захожу я смотреть цен на них под 400 рублей мама 400 рублей перчатки а ты говорила 150 или 120 это дорого я даже не думала что такая цена видимо какие-то крутые раз они вот долго служат значит видимо цена это равно качество вот 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 они твои перчатки хорошие но недолго служили мне очень много такие вот они мало за 200 рублей подчиняем что я нашли и чтение чтоб все нужно привозить машины не жизненно но и перчатки и кстати дешевле зимние перекчатка до губы поглорублей За 250, наверное Зимние покупала Ну, теплые, ничего себе Ну да, это вообще